Ночной выпуск ЧП, который произошел сегодня в Сочи, 18 человек пострадали, в том числе трое детей при посадке пассажирского Боинга в аэропорту Олимпийской столицы. Это случилось ночью. Информация в управление регионального управления МЧС поступила в 2.59. По предварительным данным, за погодных условий самолет, выполнявший рейс в Москва-Сочи, при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в русло реки. Произошло возгорание левого двигателя. Все пострадавшие доставлены в больницу города Сочи по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, Министерства здравоохранения региона, организовано оказание медпомощи пассажирам авиалайнера. На месте ЧП в больнице сегодня целый день работал наш собственный корреспондент Сочи Максим Емельянов. ЧП случилось около трех часов утра. По словам очевидцев, самолет при посадке задел крылом взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту в этот момент находились 166 пассажиров и членов экипажа. Кадры с горящим самолетом утром облетели все социальные сети. Посадка оказалась жесткой из-за погодных условий. Шел сильный ливень. Самолет 40 минут кружил над морем. А при приземлении вылетел с мокрой полосы и ударился об ограждение. Воздушное судно скатилось в русло реки. Народ трянулся эвакуироваться кто как мог. Кто на крылья, кто на эти самые трапы надувные. И получилось так, что в общем-то с трапов народ прямым ходом просто нырял в эту речку. Свалки не было. Потом резко все начали старались уходить от места происшествия. 1 сентября пассажиры лайнера теперь называют вторым днем рождения. После крушения 18 человек обратились за медицинской помощью. В кратчайшие сроки на курорте в одном из отелей был развернут эвакуационный пункт. Там сейчас находятся больше 50 пострадавших. Оперативно организовали автобусы, отправили в аэропорт. И всем, кто пожелал, захотел разместиться, отдохнуть, принять душ, мы всех приняли. Всех накормили, предоставили все необходимые услуги. Там, к примеру, стирка либо прачка. На место ЧП ночью прибыли 16 бригад скорой помощи. С пострадавшими работали медики и психологи. Специалисты будут находиться с людьми, сколько потребуется. Если кому-то понадобится госпитализация на фоне гипертонических кризов и так далее, что может быть у людей, мы все это осуществим, мы готовы к этому. И окажем все, как положено, всю нашу медицинскую помощь всем обратившимся. Трое пострадавших сейчас находятся в больнице. Среди них двое детей. Медики уверяют, что жизни людей ничего не угрожает. Сейчас по факту ЧП проводится проверка. За ситуацией лично следит губернатор Вениамин Кондратьев. В Сочи прибыл глава Министерства транспорта. С шести часов утра аэровокзальный комплекс Сочи работает в штатном режиме. Взлет и посадка идут по расписанию. Максим Емельянов, Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи.